Автопарк общественного транспорта пополнен. На маршрутные линии выйдут 10 новых автобусов. Инвестиционные проекты республики в фонде развития Калмыкии подвели промежуточные итоги. Успехи калмыцких спортсменов. Воспитанники ассоциации кикбоксинга вернулись с медалями с чемпионата и первенства Волгоградской области. Автопарк городского общественного транспорта пополнен. Ключ от пассажирских автобусов вручил глава региона Батухасиков. Закупленные по лизингу 10 единиц газелей оснащены кондиционерами. Автоматизированной системой оплаты будут разводить жители города по тем маршрутам, где еще недавно имелась нехватка. Напомню, реализация программы по пополнению городского автотранспорта была запущена весной прошлого года. Глава Калмыкии поздравил жителей города с приобретением автотранспорта. Для нашего развивающегося города, для нашей любимой столицы я считаю, что это очень важное событие. Потому что я как глава региона, глава Калмыкии часто слышу о том, что где-то все-таки не совсем доступен общественный транспорт. Где-то не хватает маршрутов, где-то не хватает непосредственно автобусов. И мы все вместе, вместе с администрацией города, вместе с депутатами городскими, вместе с вами, вместе с сотрудниками, мы шаг за шагом стараемся изменять эту ситуацию к лучшему. Сегодня мы еще добавляем в общие сети 10 автобусов, новые автобусы. С учетом того, что климат у нас жаркий, эти автобусы оснащены кондиционером. Все у нас, как говорится, как сегодня принято говорить и модно говорить, мы все цифровизуем. У нас единая карта, все бесконтактно, все удобно. Поэтому, уважаемые земляки, это, знаете, такой маленький символ того, что просто нужно верить в лучшее, нужно стремиться к лучшему. Нужно трудиться, нужно не бояться всевозможных вызовов, а их объединившись преодолевать. Уже, наверное, стало такой традицией каждый год наше муниципальное учреждение пополнять транспортом. Хотел поблагодарить руководство республики в лице Бату Сергеевича и администрацию города Элисты. А мы, в свою очередь, от себя будем работать на благо жителей и гостей республики города Элисты. В настоящее время в городской администрации прорабатываются варианты по дальнейшей закупке автобусов для пассажирских перевозок. Всего в Ведении Элистагуртранса находится 57 единиц техники. Маршруты будем усиливать абсолютно все. Нет конкретного маршрута, которому больше внимания оказали, а которому меньше. То есть абсолютно все маршруты, мониторится ситуация, где нужно усилить транспорт. На этом мы не будем останавливаться. Как я ранее говорил, ежегодно мы транспорт будем приобретать. Плюс ко всему, у нас запланирован в следующий год строительство нового микрорайона «Молодежный». И вот недавно была защита проекта. Там включены также средства помимо строительства, инфраструктуры развития и транспорта. И там порядка 20 миллионов на приобретение еще дополнительно транспорта в город. Поэтому ежегодно транспорт будет приобретаться и парк предприятий Элистагуртранс будет увеличиваться. Что касается времени. На сегодняшний день мы уже добились того, что у нас практически все жители пользуются карточками. И мы это поняли, что это очень удобный, безналичный расчет. В дальнейшем это карту можно будет использовать и для школьников, в школьном питании для расчета, и в кинотеатрах, и других организациях. В следующий момент на сегодняшний день транспорт городской работает до 20.00. Сейчас мы рассматриваем проект, чтобы увеличить временной режим до 22.00. Промежуточные итоги сегодня подвели в фонде развития Республики Калмыкия. Главным спикером выступил директор учреждения Андрей Сангаджигаряев. Напомню, фонд создан 8 сентября 2020 года по распоряжению правительства региона в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики. На сегодняшний день создано 40 рабочих мест. Еще 84 вакансии откроются на основе подписанных договоров займа с предприятиями региона. Согласно последним данным, общая сумма инвестиций составила 149 миллионов рублей. Андрей Сангаджигаряев перечислил те виды производств, которые уже заключили контракты с фондом развития Калмыкии. Производство тротуарной плитки и бордюров. Второй проект – это финансирование предприятия по переработке риса, то есть производство рисовой крупы на территории города Элиста. Также мы профинансировали компанию, которая занимается растеневодством, выращиванием пшеницы. Первый проект – это финансирование предприятия по выращиванию риса. Предприятие сейчас занимается подготовкой земли, планировкой земли на следующий год, к следующей пассивной компании, плюс планирует построить хранилище для риса сырца. Это шестой проект, проект по производству полуфабрикатов, компания известная в принципе. Мы сейчас им помогаем расширяться и помогаем выходить в другие розничные сети федеральные. Индивидуальный подход фонда к запросам обратившейся организации, будь то стартап, ИП, юридическое лицо или крупная организация, позволяет добиться максимального результата. Также фонд консультирует предпринимателей по актуальным вопросам, в частности по получению субсидии, по возмещению авансового платежа, по договору лизинга. Здесь Сангаджигаряев подчеркнул, что условия выгодны для строительных и сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться льготными займами с процентной ставкой от 1 до 3% годовых. Процентная ставка от 1 до 3% годовых. Сроки от 7 до 10 лет, в зависимости от типа предприятия. График погашения основного долга может быть гибким в зависимости от специфики проекта. Единственный нюанс, который введен в наши условия предоставления финансирования, так как это льготные займы, мы стимулируем создание рабочих мест и закрепляем это понятие, закрепляем обязательства по созданию рабочих мест, по поддержанию рабочих мест в договорах займа. То есть это твердые условия. Рабочие места нужно содержать в течение действия договора займа. Но с заработной платой предприниматель уже определяется сам. Заместитель прокурора республики Арслан Кмухлаев проведет прием граждан. Мероприятие состоится в юридической клинике Калмыцкого государственного университета имени Гордовикова. Предварительная запись ведется по телефону, который указан на ваших экранах. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 9 декабря 2021 года с 14 до 15.30 заместитель прокурора республики Арслан Кмухлаев проведет личный прием граждан в юридической клинике Калмыцкого государственного университета. Данное мероприятие организовано в рамках декады прокуратуры республики Калмыкия в Калмыцком государственном университете, в ходе которого представителями прокуратуры совместно с преподавателями и студентами будет осуществляться правовое разъяснение законодательства, а также прием обращений граждан. Сотрудники Следственного комитета по Калмыкии совместно с представителями регионального отделения поисковой движения России, а также представителями Черноярского района Астраханской области передали медаль за боевые заслуги участника Великой Отечественной войны Федора Ефимовича Коновалова и его племянницы Марии Васильевне Жилиной. Награда за боевые заслуги была найдена поисковиками во время экспедиции. По номеру медали удалось установить, что она принадлежала красноармейцу Федору Ефимовичу Коновалову 1906 года рождения. Сотрудники Следкома по Калмыкии оказали помощь в поисках родственников участника Великой Отечественной войны. Племянница Мария Васильевна Жилина поблагодарила всех присутствующих. Невозможно в это поверить. Теперь эта медаль – главная семейная реликвия. В адрес управления Росельхознадзора Калмыкии из правоохранительных органов поступили материалы проверки по факту несанкционированной торговли на территории Элисты. Установлено, что житель Элисты реализовал рыбу к частяковых пород в количестве 12 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, безопасность и пизотическое благополучие местности, из которой она вывезена. При анализе данных, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий», было установлено, что ветеринарно-сопроводительные документы на указанную рыбную продукцию не оформлялись. Росельхознадзор напоминает, что с 1 июля 2018 года ветеринарно-сопроводительные документы оформляются посредством использования Федеральной государственной информационной системы «Меркурий». Отсутствие ветеринарных документов является грубым нарушением ветеринарного законодательства. Сейчас в кооперативной сводке регионального Минздрава. За последние сутки выявлено 20 новых случаев инфицирования COVID-19. 26 человек выписаны с выздоровлением. Один человек скончался. 255 граждан госпитализированы в инфекционные больницы. В тяжелом состоянии 23 пациента, из них 9 на ИВЛ. И режим домашней изоляции соблюдает 1263 жителя республики. Медикам республиканской больницы имени Жемчуева подарили теплую одежду. Неравнодушные люди продолжают оказывать благотворительную помощь медикам, работающим в красной зоне, сообщает прислужба Резбольницы. Накануне коллектива учреждения подарили 27 утепленных медицинских бушлатов. Теплую одежду передали в дар специалистам инфекционного госпиталя номер 3. Теперь медикам, обслуживающим больных коронавирусом, будет работать комфортнее. Волонтеры Калмыкии приняли участие в международном форуме «Мы вместе». Мероприятие состоялось в Москве, делегаты участвовали в разнообразных образовательных платформах и мастер-классах, знакомились и обменивались опытом со своими единомышленниками из России, других стран встречались со знаменитыми спикерами. Также состоялось награждение отличившихся волонтеров всероссийской переписи населения. В число отличившихся показателями волонтеров, награжденных благодарностью руководителя Федеральной службы государственной статистики, вошел волонтер из Калмыкии Эрни Манжеев. Желающие сдать ЕГЭ в 2022 году могут подать заявление на участие и выбрать предметы для сдачи до 1 февраля. Об этом сообщает Министерство образования и науки Калмыкии. Итоговая тестация предусмотрена по русскому языку и математике обязательно, а также предметы по выбору – литература, физика, химия, биология, география, история, общество знания, иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии. Заявление на участие в ЕГЭ подается в школе, в которой обучается ученик. Выпускники же прошлых лет могут направить заявление в Управление образования, администрации и листы. При себе необходимо иметь аттестат об образовании, оригинал и копию паспорта, а также с НИЛС. Студенты системы СВО при подаче заявления предоставляют справку с места учебы. Об истории калмыцкого танца, а также его реформе, рассказали на брифинге представителей творческой интеллигенции. По словам заслуженного артиста калмыкии Анатолия Ачирова, автора книги «Нельзя вернуться в прошлое», в 1871 году в Европе состоялось первое в истории коммерчески успешное выступление ансамбля «Калмыцкий караван». Концертная программа имела ошеломительный успех у публики. Труппа калмыцких артистов посетила многие крупные города Европы, такие как Дрезден, Цюрих, Базель, Франкфурт-на-Майне, Париж. Калмыцкая культура имеет глубокие корни и была актуальна и востребована еще два столетия назад. Народ шел нескончаемым потоком. С этого момента началась биография нашего коллектива национального, который уже дальше под именем «Калмыцкий караван» гастролировал по Европе. Многих привлекала экзотичность, красочность, представление, а главное – профессионализм артистов, которые также выполняли на сцене акробатические элементы. Количество зрителей достигало 90 тысяч человек в день. В ходе беседы художественный руководитель журнала «Баира» Сергей Бадендаев продемонстрировал зарисовки быта калмыков, автором которых является Иоганн Генрих Хесельхорст, немецкий художник, портретист и мастер жанровой и исторической живописи. Столько много аргументов, говорящих в пользу, что у нашей культуры наши первые танцевальные творческие коллективы были профессиональными, были, как говорится, высокооплачиваемы и потрясли в свое время грандиозно, как может быть и даже грандиозно, вот такой небольшой этнос потряс целую Европу. И о спорте. Калмыцкие кикбоксеры достойно выступили на чемпионате и первенстве Волгоградской области, которое прошло в минувшие выходные. В соревнованиях также приняли участие команды Астраханской, Самарской областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия. Ассоциацию кикбоксинга нашего региона представляли воспитанники Республиканской комплексной спортивной школы Олимпийского резерва под руководством тренера Михаила Сахорова. По итогам чемпионата и первенства сборная Калмыкии привезла домой три бронзовые, четыре серебряные и две золотые медали. Хонгр Уладаев победил в номинациях «Тренер года» и «Рекорд России». В городе Серпухов состоялся тренерский семинар, в котором приняли участие более 20 человек из Москвы, Есентуков, Владимира, Московской и Тульской областей, Республик Бурятия, Калмыкия и Татарстан. В рамках семинара были подведены результаты соревновательного года. Наш земляк президент Республиканской федерации Хонгр Уладаев показал лучший результат в маршруте Башня 90 и набрал 106,66 баллов. Также на протяжении всего года спортсмены федерации под руководством Уладаева показывали хорошие результаты и добывались высоких оценок в рейтингах. Выпуски новостей и также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом общении канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома и на официальном аккаунте в Instagram reacallam.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин